Стрельбу из лука можно смело назвать одним из самых романтичных и изящных видов спорта. Момент, когда спортсмен грациозным движением руки отпускает стрелу и попадает точно в цель, не может не завораживать. Поэтому неудивительно, что сегодня ряды лучников продолжают пополняться. Об этом в подтверждении говорит количество участников, которые приехали на республиканский турнир по стрельбе из лука «Рождественские встречи». Это уже 28-е соревнования традиционные. Мы начинаем, можно сказать, условно начинаем год в этом виде спорта именно этими соревнованиями. Соревнования республиканского уровня являются достаточно значимыми в рейтинге. Приезжают ребята со всей Белоруссии. Ну и, как уже сказали, почти сложно выбрать лучшего, потому что почти все попадают в десятку. То есть достаточно сильная конкурентная борьба именно на этих соревнованиях. В городе Бресте есть очень хорошая школа именно стрельбы из лука. Брещане традиционно занимают высокие места. Ну, если не первое, то в первой тройке практически на всех соревнованиях есть представители Бреста. Сам по себе спорт необычен. Для большинства из нас лук – это, ну, словно говоря, некая палка с тетевой. Спортивный лук – это высокотехнологичный спортивный снаряд. И я советую всем прийти и в дни открытых дверей в наших спортивных школах, в частности в городской с дешевых, где культивируется этот вид спорта, взять лук в руки и запустить стрелу и ощутить себя, можно так сказать, брестским робин-гудом. Традиционный рождественский турнир в этом году встречал спортсменов из разных уголков Беларуси. 120 лучников из Брестка, Минска, Витебска и Могилевской областей сражались за звание самых метких. Не секрет, что команда Брещан считается одной из лучших в стране. Созданная материально-техническая база и коллектив профессионалов-педагогов готовят в городе над Бугом чемпионов мира и Европы. У каждого из этих ребят также есть возможность пополнить большую семью призеров. У нас две основные площадки. Тир непосредственно и на проспекте республики у нас есть открытое поле, где непосредственно занимаются ребята по стрельбе из лука. Поэтому я думаю, что достаточно данной инфраструктуры, но все будет зависеть опять же от желания и от количества спортсменов. Учитывая наличие информации, когда рассказывают, что спортсмены, предположим 300 спортсменов и все практически из 300 выбивают десятки, и когда борьба идет, уже меряют, кто ближе к центру попал, это, наверное, говорит о том, что не просто вид развивается, а у нас высокие профессиональные спортсмены, которые действительно достигают высоких результатов. Хочу только им пожелать, чтобы они достигали этих побед на любых дистанциях и на международных вид. Любой вид спорта сложен, если им заниматься профессионально. Ну, кроме всего прочего, вот так он, видно, красивый такой, а лук растянуть, это как два ведра воды поднять. То есть это физически довольно утомительно. Они стреляют целый день, поэтому выносливость нужна. Ну и кроме того, это стрелок, он должен попадать, а для этого надо выдержка, как правильно говорили, нервы. Это же вот, знаете, все в комплексе, поэтому он не простой, но красивый. Главное в этом виде спорта – предельная концентрация внимания, точные глазомеры и твердая рука. С этим согласны и сами участники. Выпустить стрелу, которая достигает 240 км в час, несложно. А вот натянуть тетиву, чтобы не дрогнула рука и попасть в цель, нужно учиться и тренироваться. Я увлекаюсь четыре года. Почему выбрала? Честно, не знаю. Просто пыталась себя в чем-то пробовать, искать что-то в себе. Ну и вот как-то попался этот вид спорта и решила попробовать и вот затянула. Во-первых, вид спорта красивый, спокойный. Ничего тут на самом деле такого замудренного нету, как в остальных. Чтобы профессионально стрелять, ну честно, у кого как. Кто-то быстро учится, кому-то нужно много времени. Ну профессионально, ну чтобы начать показывать результаты, может. Ну хорошенько, больше годика желательно пострелять. Занимаюсь я стрельбой из лука пять лет. Ну не знаю, просто понравилось, начал ходить, заниматься. Своим результатом в принципе доволен. У нас не самая большая конкуренция в стране. Есть страны, где конкуренция намного больше и спортсмены намного сильнее. В данных соревнованиях я принимаю третий раз участие. На них соревнованиях выигрывал. Впереди у юношей и девушек еще два напряженных дня соревнований. Это значит, что есть еще шанс показать свою меткость.